Как думаешь, все эти абсурдные заявления Кадырова, типа, покажем Польше за 6 секунд, исходят от него не спонтанно, либо он своего рода голос Кремля? Наша страна, это должно быть правовое государство, в котором принятые законы будут исполняться в первую очередь властью, и власть будет обеспечивать, чтобы эти законы исполнялись народом, гражданами. Кумсо, после убийства на Теречном есть люди, которые твердят, якобы не может быть, чтобы кадыровцы пришли в дом и как-то некультурно вели себя при жёнах. Ты не знаешь подробностей? Слушайте, подробности, честно говоря, я не знаю, но те люди, которые говорят, что не может быть, что они пришли при женщинах, я бы хотел жить в их мире. Я бы хотел жить в том мире, где кадыровцы не могут прийти к вам в дом и как-то вообще при женщинах там как-то высказываться, посягать вообще на честь женщин, которые не могут просто так взять человека, похитить и сфабриковать на него уголовное дело. Я бы хотел жить в таком мире, но, к сожалению, нет такого мира, не существует. Реальность, она совершенно другая. Реальность такова, что кадыровцы похищают женщин просто из-за того, что они родственницы какого-то ненавидимого ими человека, деятеля, какого-то критика, блогера какого-нибудь, проживающего где-нибудь за границей. Просто за родство с этим человеком они похищают этих женщин, там над ними издеваются, на протяжении месяцев держат их в затычении, затем выпустив их, увольняют их с работ, не выпускают их из домов, держат их под какими-то там домашними арестами. Да, вот такова реальность. К сожалению, мы не живем в том мире, о котором говорит этот человек. Тумсо, как ты все же критик кадырова и его оппозиционер или гражданин Ичкерия, оккупированной России. Слушай, от тебя создается впечатление, что ты убежал от кадырова из-за бороды, а не от российского террора. А меня, честно говоря, поражают люди вроде вас, которые как-то пытаются разделить кадырова. А он же не российский чиновник, это не российская власть. Если это не российская власть для вас, если кадырова это какой-то отдельный деятель, никак не связанный с Россией, то грош вам цена, если вы убежали. Если вы убежали просто от кадырова, такого самостоятельного самодержавца в Чечне, то грош вам всем цена. Я не знаю, как вы это разделяете. Для меня нет разницы между кадыровым, Бортниковым, каким-нибудь губернатором Владивостока. Они все являются российскими чиновниками. И разделение этих людей, это здесь на Западе, еще не все как бы поняли. И мы пытаемся здесь им это объяснить, что нет, нельзя это никак разделять. Что кадырова это такая же рука Кремля, как там Золотов, Патрушев и все остальные. Но когда среди нас есть люди вот так же делящие кадырова от Путина, разделяющие его куда-то, то, ну, значит, вам надо как-то, это вам надо с этим определяться. Тогда вам нужно. Либо вы являетесь союзниками кадырова, и тогда вам вместе с ним надо как-то против России бороться, если же он самостоятельная фигура. А если нет, то перестаньте нести этот бред. В Чечне есть улица Зелимхана Кадырова в Беное. Кто этот Зелимхан Кадыров? Это родной брат Рамзана Кадырова, старший брат. Он как-то загадочно скончался через несколько буквально там дней после смерти, после гибели Ахмата Кадырова на стадионе. И многие говорят о том, что его тоже убили. Есть разные версии, есть версии, что он просто обдолбался наркотиками и умер от передозировки, а он был наркоманом, это было известно, как бы такой общеизвестный факт. Вот, есть версия, что это был передоз, а есть версия, что это было убийство, что его якобы убил Рамзан Кадыров. Саламу алейкум, ну сара, скажи коротко, каким должно быть в нашей государстве Чараи тем, кто думает, что мы должны сделать какой-то Эмират или Туран или Кавказскую республику. В алейкум асалам, в моем понимании, республика, наша страна, она должна быть, это должно быть правовое государство, в котором принятые законы будут исполняться в первую очередь властью, и власть будет обеспечивать, чтобы эти законы исполнялись народом, гражданами. Вот таким должно быть это государство. Каким бы, как бы оно ни называлось, чтобы там не было, самое главное, чтобы оно было правовое, чтобы оно не было беспредельным, чтобы там действовали именно законы, принятые в этом государстве, а не настроение какого-то человека или группы лиц. Чтобы плохой сон этого человека не мог повлиять на мой путь на работу. Понимаете, вот он плохо выспался, встал, ему взбрело в голову, что там не пристегнутых ремнем нужно расстреливать. И я, человек, который ехал в это утро на работу и не пристегнулся по какой-то там забывчивости, халатности, меня расстреляли. Вот мне, вот от этого нам нужно обезопаситься. Нужно обезопаситься от беспредела. Чтобы человек и гражданин, и приехавший к нам турист, он знал, не нарушит закон, с ним ничего не произойдет. А сегодня не то, что в Чечне, а вообще в России такого нет. Ты не можешь быть уверен, что ты не нарушишь закон, и с тобой ничего не произойдет. Никаких законов люди не нарушают, их отправляют в тюрьмы или вообще убивают, или похищают, пытают. Поэтому самое главное, чтобы это государство было правовым. Саламу алейкум, Тумсо. Почему Ковырово так тепло с обнимашками встречают в Саудовской Аравии и в целом во всех арабских странах? Неужели они считают его мусульманином, он же дешевый понт? Алейкум ассалям. Ну, я, конечно, не знаю истинные причины, что ими там движет. Но то, о чем ты говоришь, это факт. Они его встречают как чеченского лидера. И это очень, очень обидно, что так себя ведут сегодня арабские страны. Хотя они прекрасно понимают, никаким чеченским лидером он не является. Это наместник путинский, это российский чиновник. Но то, что они вот так себя ведут, таким образом очень подло поступают по отношению к нам, нашему народу, это, конечно, вещи, которые мы это записываем, мы этого, конечно, никогда не забудем. И это очень плохо, что вот такая страница в истории, она, к сожалению, не будет. Это очень плохо. Это будет препятствием к дальнейшим каким-либо взаимоотношениям с этими странами, пока там будет сохраняться вот этот режим. Как думаешь, все эти абсурдные заявления Кадырова, типа, покажем Польше за 6 секунд, исходят от него не спонтанно, либо он своего рода голос Кремля? Да я бы вообще не акцентировал внимания на эти его высказывания. Слушайте, если придавать его высказываниям какое-то значение, то Киев и вся Украина уже давно взята. Там, значит, свергнут Зеленский, уже давно там Генукович. Ну, сколько раз уже он брал всю эту Украину? Все ерунда это, все эти его высказывания. Так, конечно, его высказывания, они соответствуют какому-то общему настроению. Это безусловно. То есть, что он сказал про Польшу, конечно, это настроение в целом. Это не только от него же, ведь это слышно. И задолго до него в различных ток-шоу на федеральных каналах, сколько уже было этих угроз и Польши, и Литве, там даже они целую, значит, карту и план по захвату Прибалтики, разделению, там чего-то они в эфире телеканала России показывали. Поэтому, да, раз настроение такое имеется, но то, что он выдает, там 6 секунд, мы, то, то, это, я бы вообще на это не обращал внимания. Тумсо, ты все чаще избегаешь слова Ичкерия и говоришь Чечения. Почему? Я основываюсь на указ, который был принят после переименования нашего государства. Тогда было рекомендовано всем государствам и иным, значит, службам, лицам, организациям в своих речах, там, документы обороте использовать не Чечня, а Чечения. А Ичкерия, отдельное использование, это тоже не совсем корректно, поэтому, если мы говорим Ичкерия, надо говорить Чеченская республика, Ичкерия. Поэтому, когда мы пытаемся как-то сказать короче, то говорить Чечение, на мой взгляд, это более правильно, чем говорить отдельно Ичкерия. То есть, вот это слово Чечение, оно включает в себя такие слова, такое словосочетание, как независимая, суверенная Чеченская республика Ичкерия. Вот это вот, ты все это сказал одним словом Чечения. Но это, на мой взгляд. Однако, если кто-то говорит отдельно Ичкерия, я в этом тоже не вижу каких-то проблем, но все-таки более правильно, на мой взгляд, говорить Чечение. Это как, знаете, как в чеченском языке мы говорим Господь, мы говорим Дейл. Но все знают, что Аллаха лучше всего называть по теми именами, которыми называл сам себя Аллах. Поэтому, я, например, стараюсь чаще, ну, не говорить даже Дейл, говорю Аллах, даже когда говорю на чеченском языке. Однако, если кто-то говорит Дейлу, это тоже нет проблем, я так считаю. Субтитры создавал DimaTorzok